Привет, друзья! С вами Андрей. Кьюк.ру. Обзор смартфона Xiaomi, Xiaomi, Xiaomi Redmi 6, это самое главное, что вам нужно знать. Да, и я буду говорить про Redmi 6. Будущий, наверное, супер хит по продажам и так далее, но, честно говоря, я его протестировал и у меня некоторые вопросы он вызвал. Например, лучше он, чем Redmi 5? Я, пожалуй, скажу, что нет. Лучше, чем он другие смартфоны? Наверное, да. Чем сейчас вам расскажем? Сейчас бегом все по ссылкам под видео посмотреть, сколько этот телефон стоит. Телефон с новым процессором, с двойной камерой, с безграничным экраном. Все, конечно, смеются в этот момент. Тем не менее, смартфон за свою цену очень даже неплох. Всем по ссылкам под видео купить этот смартфон и, конечно, подписаться на наш канал и оставаться дальше, чтобы узнать об этом смартфоне все. Всем привет, друзья! Я Андрей. Redmi 6. На самом деле, вот только что, как будто, там пару месяцев назад, как будто появился Redmi 5, там Redmi 5 Plus, хотя прошло уже более полугода. Redmi 6 меня не смог ничем удивить. С одной стороны, Xiaomi держит тонку качества. Они практически ничего не урезали. Единственное, нет теперь на шестерке без приставки A. Кстати, на него обзор будет чуть позже, на Redmi 6A. Нет только инфракрасного порта. И сэкономили, конечно, на качестве материала. Здесь пластик, а не металл. При этом пластик такой достаточно простой. Зато мы получаем тройной слот, что немыслимо практически в индустрии. И на Xiaomi, я уверен, точат ножи производителя. Как они посмели, что они творят. Потому что одно дело, когда выпускают совсем бюджетные телефоны, либо кнопочные телефоны даже выпускаются до сих пор. Странно условно. Другое дело, когда телефон уже ближе к такой бюджетным середнячок. Ну, давайте по порядку. Что я вам про него расскажу? Конечно, о внешнем виде. Внешний вид фактически стандартный для всех телефонов Xiaomi. Единственное, обычно динамик они сделают на торце телефона. Сейчас перенесли его на спинку. Он, кстати, практически не заглушается, хотя выемок как таковых нет. Заглушается, точнее, сильно, но не до конца. Звонок все равно услышать можно. Но все равно маленькая недоработка со стороны Xiaomi. Сканер отпечатки в телефон не обделен, также не обделен двойными камерами. Но качество камеры, я сейчас расскажу, оно печальное. Может быть, прошибка исправит, но я сомневаюсь. Сверху разъем для наушников звучит нормально, вполне себя. И справа кнопка включения, кнопки громкости. Транесло, как я и упоминал, и снизу разъем microUSB. Это все, что нужно знать в смартфоне. Единственное, учитывайте, что здесь есть еще и датчик уведомлений. Его можно совсем отключить от пропущенных вызовов. И огромнейшие рамки. Вот рамки действительно большие. И так же, как и в его собрате, более в вашей модели 6A, рамки бросаются в глаза. Но для такого относительно недорого телефона, мне кажется, простить это можно. А вот по экрану данного смартфона, я не знаю, что сказать. За эти деньги придраться, наверное, сложно. 5,5 дюймов, разрешение HD+. Есть, конечно, закаленное стекло, но со временем все оно поцарапается. Что здесь в данном случае несколько мне печалит. Наверное, это достаточно широкие рамочки. Как мне кажется, в Redmi 5 они даже были потоньше. Ну, это надо, конечно, сравнивать и выявлять по миллиметрам, но вот как-то выглядит здесь это несколько все-таки не так интересно, не так эффектно, как в случае с Redmi 5, стоит признать. Тем не менее, экран за свою цену очень даже неплох. Хорошая цветопередача, на солнце не слепнет. Есть автояркость, есть возможность вот эти кнопочки на экранные поменять, их вообще скрыть, за счет чего экранчик становится еще больше. Да и более того, на Ютубе сейчас уже появляются видео формата 18 на 9, да игрушки уже. И выглядит это действительно здорово и эффектнее, чем на экранах более классического формата. С привыкностью телефона все достаточно интересно. Появился смартфон, этот первым на процессоре новом, Mediatek Helio P22. Не на данном случае кривится. Процессор очень-очень свежий на новом техпроцессе 12 на метров и причем имеет новые фишечки от компании Mediatek, которых нету пока даже у Snapdragon. Я говорю про искусственный интеллект и различные плюшки, которые вы отсюда имеете. На самом деле, когда-нибудь, наверное, искусственный интеллект в смартфонах станет настоящим интеллектом и совсем простит нам жизнь, но пока что это, знаете, такой небольшой помощник в жизни. Например, когда вы что-то снимаете, фотографируете, то он более правильно выставит настройки, чем это делает автоматик в программном уровне. Немножко более тщательно следит за процессорами, которые находятся в памяти и убьет их, и смартфон у вас будет жить чуть-чуть дольше. Чуть-чуть, но становится жить веселее. Оперативной памяти тоже хватает, вопросов здесь не возникает. Да и даже в игрушечки на этом смартфоне спокойно можно поиграть. Те же самые танки на средних настройках работают нормально. На высокие уже, конечно, мощности не хватит, но сами понимаете, за эти деньги производительность очень даже неплохая. Да и я так думаю, что, учитывая процессор новый, мы увидим его еще и в более дорогих смартфонах, что данный смартфон только делает честь. Батарейка в смартфоне на 3000 мАч. Это столько же, сколько в новом флагмане LG. 3000. Но если там не хватает, так как там 845 дракон и супер крутой экран, то здесь все скромненько. Имею в виду скромненько, то что здесь хоть процессор и от MediaTek, но не сильно живущая энергия. Здесь экран HD+, разрешение, который также энергию сильно не жрет. И мы получаем не столь хороший результат, как мы тестировали на Redmi 6, а там вообще просто дня на три телефона может хватить. Но этого телефона на два дня точно хватит. Тем более, я не думаю, что кто-то будет покупать телефон на MediaTek, пусть здесь и PowerVR процессор для игрушек. Игры здесь точно не пойдут, даже на средних играть будет тяжеловато, честно говоря. Но если вы берете телефон просто как ребенку, либо второй, либо родительным, если просто для себя, любимым, или любимым, и вам не важно качество камеры, вы хотите просто телефон с хорошим дисплеем, а безусловно хороший дисплей. Хотите телефон с тройным слотом и с нормальной батарейкой, это ваш выбор. Тормозить точно ничего не будет, работает все шустро и быстро. Что касается камер, обещал я вам про них подробно рассказать. С одной стороны, мне понравилось, что функционал очень большой, есть даже ручные настройки, удивительное дело. Есть эффект размытия, боке, но фронтальная камера на 5 мегапикселей, считайте, что ее нет. Фотки даже при отличном в солнечной сети получаются тусклыми и неприятными. Такие фотки, честно говоря, ну, может я зря придираюсь, можно, наверное, соцсеть запостить. Мы сделали несколько сотен фотографий, но качество очень сильно хромает. Что касается основных камер, 12 плюс 5 мегапикселей, плюс вспышка получше. Ну, опять же, тот же Redmi 5, например, снимает лучше и фото, и видео, чем этот телефон. Ну и пару слов об оболочке. Скажу, что практически такая же, точно она, как и даже во флагманах, как в любом Xiaomi. Например, что мне нравится, кнопки занимают часть экрана, но вы можете совершенно смело поменять их местами. Мало того, я уже привык, на кнопку назад я ставлю выключение экрана. Это реально полезная фишка, которой я пользуюсь сам. Мне это нравится. Можно переназначить, можно включить-выключить датчик уведомлений. По умолчанию можно ввести запись телефонных разговоров, и это далеко не каждый телефон делает вообще. Многие телефоны не имеют такой возможности до сих пор. Есть возможность просто настроить оболочку под себя, сменить тему. Все, что я рассказываю, относится вообще ко всем аппаратам Xiaomi, конкретной прошивке MIUI. Да, конечно, сверху можно поставить что-то другое. Здесь, единственное, нет меню приложений. Все приложения на рабочих столах. Но работает все очень шустро и быстро. И даже какая-то небольшая магия. Знаете, раньше говорили о магии в Apple. Но я сейчас вижу магию вот в Xiaomi. Даже бюджетную. За счет чего я эту компанию и люблю. Ну и вывод мой по данному смартфону. Знаете, здесь, наверное, все это банально. Очень хороший смартфон на свою цену. С хорошей автономностью. С приличной производительностью. С неплохими достаточно камерами. Надо понимать, что, конечно, вот эти, знаете, есть люди-фанатики в интернете, которые говорят, вот я ставлю на свой Redmi 4X Gcam через root. И он снимает как пиксель. Ребята, убейтесь об стену. Нет, этот смартфон, конечно, не будет снимать никакой пиксель, никакой какой-нибудь, извиняюсь, Samsung за двадцаточку. Нет, такого нет. У нас смартфон снимает неплохо. И все, за свои деньги он делает вполне неплохо. Поэтому, если хотите приобрести, смело переходите по ссылкам под видео. Единственное, что я рекомендую, ребят, действительно, посмотрите. Посмотрите на Redmi 5, на Redmi 6. У меня, например, Redmi 5 почему-то ближе. Может быть, из-за металлического нормального корпуса. Может быть, из-за внешнего вида, который как-то более, ну, более интересен. Так или иначе, смело приобретайте. Смело рекомендую. Цены на этот телефон можете посмотреть в нашем интернет-магазине Q.ru в разных рассветках. И есть пункты самовоза во многих городах России. На этом у нас все. Счастливо. Если на канал еще не подписывались, обязательно подписывайтесь. Впереди много интересного на новейший телефон. Всегда новинки. На этом, пожалуй, все. Андрей, Q.ru. Всем пока.